Завтра у нас большой праздник, день образования Красной Армии, Красного Военно-Морского Флота, ныне День Защитника Отечества. Поэтому я от имени фракции КПРФ прежде всего хочу обратиться к воинам вооруженных сил, которые с честью выполняют сегодня задачу в зоне специальной военной операции поздравить их с наступающим праздником. Ну и, конечно, ко всем гражданам России. Россия всегда гордилась своей армией. Наш народ любит армию свою и сделает все для того, чтобы она достойно выполняла свои задачи. Я хочу сказать, что наша партия всегда стояла на защите нашего Отечества. Все началось с того, когда после февральской революции старая царская армия после указов либерального правительства временного о прекращении субординации и так далее просто распалась. И нашу страну было защищать некому. Оно начало распадаться. Владимир Ильич Леонид сказал, что всякая революция чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться. И была создана могучая Красная Армия, день рождения которой 23 февраля 1918 года. Это день первых побед Красной Армии под Псковым и Нармой. Разгром немецких захватчиков, которые шли, надеясь, что отхватят кусок России. Как и Антанта, главный совет, который решил разделить Россию на сферу влияния. Началась интервенция 14 государств на нашу страну. И вот в этих условиях создавалась Красная Армия. Были созданы органы управления, введен пост Верховного Главнокомандующего всеми вооруженными силами Советской России. Полевой штаб Красной Армии, Всероссийский главный штаб. Были созданы фронтовые объединения, армии красные, которые разгромили сначала интервентов, ну а потом и белогвардейцев, когда те бежали с нашей земли и сделали ставку на белогвардейцев. Хотя ни о какой единой и неделимой речи не шло. После того, как гражданская война закончилась, нужно было восстанавливать наше народное хозяйство. Но партия никогда не забывала о Красной Армии и знала, что война не за горами. Но сама по себе, сама по себе армия воевать не может. Ей нужен мощный военно-промышленный комплекс, который бы обеспечивал всем необходимым наши вооруженные силы. Мало кто знает, но в пятилетке, в которой мы проводили и индустриализацию, и коллективизацию, и культурную революцию, ставилась следующая задача. В первую, создать такую промышленную базу, чтобы наши вооруженные силы могли вести войну с самой крупной державой мира в военном отношении и победить в ней. Во вторую пятилетку ставилась задача создать такую промышленную базу, которая бы обеспечила введение нашими вооруженными силами войны с коалицией государств на Западе или на Востоке и победить в ней. И в третью ставилась задача, чтобы наши вооруженные силы могли вести одновременно две войны на Западе и на Востоке и победить в них, отстояв свободу и независимость нашей Родины. Вот эти расчеты были математически выверены. Да, нам не хватило два года для того, чтобы выполнить эти задачи, но учитывая, что часть вооруженных сил была на Дальнем Востоке, часть была в Иране и в Закавказье, чтобы не допустить войны с Турцией, поэтому эти задачи в области военно-промышленного комплекса нашей партии были математически выверены. И мы, и мы победили. Да, нам было трудно. Параллельно с созданием промышленности после начала Второй мировой войны, 1 сентября 1939 года создавалась и наша армия, вернее, увеличилась численность. Вы только вдумайтесь, с 1 сентября 1939 до 22 июня 1941 года было вновь сформировано 125 дивизий, 25 управлений авиационных дивизий, создавались танковые и механизированные корпуса. Но сила, которая обрушилась на нашу страну, конечно, была огромной. Это не только фашистская Германия и ее союзники, которые 22 июня объявили нам войну. Это и многочисленные, так называемые, добровольцы из стран, оккупированных Гитлером, Франции, Бельгии, Дании, Голландии, Норвегии и так далее, более 2 миллионов человек. Из них было сформировано 59 дивизий и 23 бригады. Огромная сила, которая тоже воевала с нами. Я хочу сказать, что мы разгромили врагов и нанесли им потери в полтора раза больше, чем понесли сами на фронтах Великой Отечественной войны. Об этом в своих мемуарах сказал и фельдмаршал Монштейн. Честно сказал, что вермахт и его союзники на Советско-Германском фронте потеряли в полтора раза больше, чем Красная Армия. Мы победили. Вот эти люди, которые победили в войне, в кратчайшие сроки восстановили народное хозяйство. После войны приехала группа экономистов, экспертов, целью которых была определить ущерб, нанесенный фашистами на оккупированной части Советского Союза. И они посчитали, что для того, чтобы восстановить народное хозяйство и достичь довоенного уровня производства, нам потребовалось бы 25 лет. Это по их мнению. Это были грамотные, умные, расчетливые люди, капиталисты. Но мы восстановили страну за 4,5 года, одновременно создавая ракетно-ядерный щит и закладывая основы для прорыва в космос. Поэтому партия всегда уделяла и будет уделять самое главное внимание, это, безусловно, безопасности нашей страны, защите ее суверенитета и территориальной целостности. Сейчас непростые времена. Наша армия ведет специальную военную операцию. Я скажу, не все у нас хорошо, но мы делаем все для того, чтобы восстановить наши вооруженные силы. Восстановить до уровня, когда они способны будут отразить агрессию любого геополитического противника, включая блок НАТО. Для этого нужно восстановить военно-промышленный комплекс страны. И мы делаем это. Заводы сейчас военно-промышленного комплекса работают в три смены. Стал острый вопрос импортозамещения. И этот вопрос мы решаем. И предложила наша партия правительству, как восстановить тяжелое станкостроение и электронную промышленность. Наша партия всегда делала, будет делать все для того, чтобы наши вооруженные силы, наша страна была суверенной, независимой. Вот те слова, которые вчера были сказаны в послании президентом, верховным главнокомандующим, мы целиком и полностью разделяем те положения, что Россия должна быть сильной, независимой, суверенной страной. Мы для этого, Коммунистическая партия Российской Федерации, сделает все. И мы вот встречаясь с участниками специальной военной операции, недавно у нас был юбилей, 30 лет возрождения нашей партии, большая группа участников специальной военной операции была на нашем празднике. От них выступал молодой старший лейтенант Денис Орлов, командир десантно-штурмовой роты. Я скажу, как он говорил, это действительно настоящий офицер, и я бы сказал, настоящий коммунист. Он оценил то, что сделала партия для того, чтобы Донецкая и Луганская республики существовали. Мы еще с 2014 года признали их независимостью. За эти годы наша партия отправила, вернее, 20 числа 105-й конвой с гуманитарной помощью как для войск, так и для мирного населения Донецкой и Луганской республики. Это десятки тысяч тонн продовольствия, лекарств, военно-технического имущества и так далее. Мы всегда заботились и будем заботиться о наших вооруженных силах, о наших гражданах, которые теперь являются, вошли в состав России и являются по-настоящему гражданами нашей страны. И я хочу выразить уверенность в том, что наше дело правое. Враг будет разбит, фашисты будут разбиты, и победа будет за нами. А Коммунистическая партия Российской Федерации сделает все для того, чтобы это произошло. В повестке дня сегодня стоит ряд вопросов и касающихся вооруженных сил. Нами наше предложение, я так думаю, будет поддержано сегодня, приравнять добровольцев к контрактникам, чтобы они тоже не платили пении и получили дополнительные льготы, и их семьи также будет ратифицирован. То есть, наконец-таки, президент обратил внимание на то, почему американцы могут контролировать наши ядерные объекты, а наши специалисты на американские ядерные объекты не были допущены. Сегодня будем пересматривать этот вопрос, я думаю, все фракции поддержат. Ну и Виктор Иванович сказал, что главная поддержка вооруженных сил – это мощный тыл, и мы смотрим, в каком же состоянии находятся наши военные училища. Я выпускник Ростовского военного училища ракетных войск. К сожалению, за реформы Сердюкова это училище было уничтожено, но мы, коммунисты, сохранили это училище, мы стали горой, и оно еще существует, но немножко в другом состоянии. Обещало Министерство обороны отремонтировать и бассейн, и сооружение, и мы думаем, что если мы будем относиться к нашей армии достойно, то и победы будут обязательно. Ну а победить должны мы, несмотря ни на что. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok